Девочки, сейчас произошло страшное, я теперь не знаю, что делать. Это не конец, это явно не конец. И мне девочка одна в инстаграме подкинула идею. Я обожралась. Мы сейчас с вами откроем. Всем привет, доброе утро, мои хорошие. И начинаю я влог с того, что сейчас жарю яичницу, Денечки. Не яичницу, а омлет. Денечки и себе. Вот, встала, на удивление, сегодня голова вообще не болит. Я думала, может, еще второй день точно поболит. Вообще не болит. Чувствую себя хорошо. Ну, насморк вот убираем, как бы. В общем-то, уже с утра занимаюсь делами своими. По тесту мне так и не звонили. Наверное, уже можно идти и забирать тест, что это не ковид никакой, а просто, может быть, простудное что-то было. Вот. Денька ночью встал еще, жаловался на уши. Я ему дала обезболивающий, потому что он что-то прям проснулся и плачет. Дала быстро. Самое интересное, что ведь лекарства действуют не мгновенно, а я ему только дала лекарства, и все, он пошел спать. Может быть, это какое-то временное было у него помешательство, а я сразу это, это. Но он не так, что, знаете, покапризничал, такой спать лег. Нет, он прям не-не-не-не-не-не-не. А вот только дала, и, может, психологически работает уже лекарство. Оно-то должно подействовать еще минут 30. Чую аромат, пошла мешать. Вот такая яишенка. Видите, я напополам делаю себе, напополам ему. Закрываю сейчас, пусть пропарится. Кто пришел? На омлет пришел? Я себе сделала чаек уже горяченький. Я, кстати, все это время, пока болела, я ни разу не пила кофе. Ну, потому что сердце и так как-то стучит, знаете, и как-то голова болит. И я думаю, не, не буду я пить кофе, а то оно все-таки действует как-то тонизирующее. Мне нужно успокаиваться, а не тонизировать. Ну что, вот такое блюдо получилось у меня. Масло, сыр и Денька тоже. Баловный мальчик. А вообще, знаете, что я вам скажу? Это такое счастье есть еду и чувствовать ее вкус. И это мы понимаем только тогда, когда мы хотя бы 2-3 дня едим непонятно что. За последнее время мне пришло очень много новых посылочек. И одну из них мы сейчас с вами откроем. Здесь должна быть какая-то наикрутейшая, новинчатая прям зубная щетка. Добавляем. Самое любопытное до ужаса. Что же там пришло? Та-дам! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, какая красивая щетка! Хай! Сразу мне приветики! Сейчас откроем, будем смотреть. Она какая-то здесь бесшумная, супер бесшумная. Вот такая вот коробочка. Ух ты! О, да она вообще такая прям стильная. А здесь что у нас? Инструкция. И станция подзарядки в комплекте. Видите, от USB заряжается. Красивый такой цвет. Серый, матовый. Смотрите, какая прикольная. Здесь у нас крышка даже есть. Как она все блестит. У нее серебряные здесь, смотрите. Смотрите, серо-серебряные. Вообще, щетка на стиле прям. Смотрите, в комплекте еще вот здесь лежала под зарядкой. Вот так вот. Лежала вот такая штука. Ее приклеиваешь здесь. И смотрите, щетка прям может держаться. И причем очень хорошо может держаться на поверхности. Это круто! Я прям хочу, чтобы моя щетка висела вот так вот. Раз, взяла, положила. Кайф! Я поставила ее на зарядку. Ну, вот эту можно снять. Я ее приклею потом. Я снимаю пленочку. Это пленочка здесь. И тадам! У нас здесь все показывает, сколько заряда. Видите, 0% заряда. Так что она должна сейчас зарядиться. Зарядиться, потом покажу, как работает. Инструкция, кстати, к щетке на русском языке также есть. Здесь на русском, на китайском, на английском. По-моему, на немецком даже. В общем, несколько языков. Русский есть. Это главное. Итак, наша щеточка зарядилась. Давайте теперь проверим, насколько бесшумно она работает. Потому что заявлено, что она очень тихо работает. Меньше 40 дБ. Так. Звук на самом деле очень тихий. Тише, чем все мои щетки, которые когда-либо были. Смотрите. У нее здесь поверхность очень очищающая, более очищающая, чем в других щетках, так заявлено. Будем сейчас с вами пробовать. Смотрите. Здесь мы можем выставить. Что? Вот это я выставила. Сейчас у меня sensitive 02. Я вам покажу, как здесь просто выставлять. Значит, сначала мы выбираем, что мы хотим. Мы хотим sensitive для чувствительных зубов, либо мы хотим массаж, либо мы хотим отбеливание или просто очищение. Я вот sensitive выбрала. Галочка поставилась. Дальше мы выбираем интенсивность. То есть мы можем выбрать интенсив. И здесь интенсив, там вот видите, от 01 до 3. Но давайте средний поставим. Вот 02. Зафиксировали. Что-то мне показалось, там были другие цифры. Может, я ошиблась. Так. И теперь время. Ну, время стандартное 2 минутки. Да, мы чистим. Также можно здесь и 3 чистить, и 1. Да, вот там меньше. Нет, от 2 минут. Поняли? 2.30 или 3. Вот варианты. В общем, 2 выбираем. Все, и поехали. Ну, еще здесь можно вот почитать о нашей зубной щетке. Вот что это. О Клин Икс. Версия какая. Вот О Клин. Ну и все, идемте чистить. Попробуем теперь, что мы будем чувствовать с помощью этой щеточки. Я насыпала пасточки немножко. Насыпала. Ой. Ой. Шикодно. Она такая мягенькая. Что, мои хорошие, почистила ее зубки. Слушайте, такая она прикольная. Во-первых, щетинка очень мягкая. Я вообще не напрягаюсь. То есть, вот прям вот не напрягаясь чистила. Потому что обычно там щеткой своей я там чищу где-то, да, надавливаю. А этой прям не напрягалась. Потому что вибро такое очень мощное. И еще каждый 30 секунд, по-моему, был сигнал. Типа 30 секунд закончились. Так, дын-дык. И опять продолжается. Так, дын-дык. И продолжается. И на сенсоре было видно, сколько нам осталось. То есть, прям вот шло все это дело. Мне очень понравилась щеточка. Классная. Кому интересно, можно еще... У них есть версия какая-то, которая заряжается на расстоянии. Вообще, то есть, дистанционно заряжать можно щетку. Это очень удобно. И еще можно ее подключать к приложению, к телефону. Решила настроить приложение. Очень быстро все подключила. Смотрите, тут можно выбрать зубы, какие у тебя нормальные. На зубах пятна от курения. Или зубы с исправленным положением. То есть, это с брекетами. Зубы аномальной ширины. Ну, у меня нормальные. Выбираем далее. Личные предпочтения. Курение, употребление чая, употребление красного вина, употребление кофе. Ну, я употребляю и чай, и кофе. Вот. Дальше. Цвет зубов. Ну, у меня беленький. Такой. Даже какой? Такой или такой у меня белый? Пусть будет идеально белый. Так. Не знаю, что делать. Дэня, короче, и лежу. Я смотрю сериал. Дэня иногда любит там в туалет пойти и что-нибудь там смывает ершиком, чистит. Ну, я слышу, он там смывает, чистит, смывает, чистит что-то. Потом, мам, можно я пописать схожу? Я говорю, ну, пойди, пописи. Сходил, пописал. Опять смотрю, что-то смывает, чистит. Я говорю, Дэнь, хватит там уже. Ну, думаю, сейчас выпачкаться, вымажется. Все равно думаю, сейчас купаться. Встаю, иду, и у меня шок просто. Он берет этот кошачий туалет и сыпет в унитаз. А я беру комкующийся, который нельзя в унитаз вообще выкидывать. Я не знаю, сколько он туда его уже выкинул. Он просто его чашкой какой-то нашел. Не чашку, а там из игрушек какая-то вот такая вот штука кругленькая. Он зачерпывал ей с туалета и вытаскивал это все в унитаз. И я смотрю, в унитазе полно этой фигни, там внутри полно этой фигни. Я вообще не знаю, что теперь будет вообще. Как нельзя, сказали, ни в коем случае. То есть, что, может забиться у меня унитаз? И что мне потом делать с этим? Кто-нибудь сталкивался с таким вообще? Я так переживаю. Но я сейчас смыла, как бы оно смылось туда внутрь. Ну, а чем это грозит вообще? Трындец. Наругала его, конечно же, чтобы он такого не делал больше. Просто ужас какой-то. Я в шоке. Ну что, мои хорошие, я снова не хочу готовить. Заказала доставку. Сейчас раз вижу, покажу. А вообще, знаете, что-то в этом есть. Вот так болеть лежать, заказывать еду какую-то всякую разнообразную. Я же столько не наготовлю. Я взяла, короче, это что у нас? Наполеон попробовать. Там из заведения одного. А это рыжик. Ну, это вообще мои любимые, на самом деле, тортики. Наполеон, рыжик. Я вообще другой заказывала, но у них не было в наличии его. Так, а это что такое? Это вот хлеб положили мне с чесночком. Вот борщ. А, это для борща с говядиной, девочки. Я заказала борщ. Это, наверное, он? Или какой он? А вот он, он большой такой, горячий. Конечно, я борща сейчас хряпну. А это что? Это блинчики с клубничкой мы уже заказывали такие. Так, это у нас блинчики. Подождите, блинчики с клубничкой и тирамису. А, это соус для блинчиков. Ага. Больше всего я не люблю резать капусту, если честно. На вид очень-очень вкусно. А здесь еще они мне положили лучок. А я же никуда не собираюсь. Да лучок, да сейчас черный хлеб. Они мне еще кусочки сала положили. Ой, как мило. И горчичка. Обалдеть. И сметанка. Сейчас чувствую, так от души поем. Ой, девочки, как же круто. Я сейчас поела борща. Я говорила, что мне кто-то в прямом эфире писал, что борщик девочка там приготовила. И я такая говорю, да, я тоже хочу приготовить. А потом подумала, как это готовить. И думаю, возьму-ка закажу. Но на самом деле борщ везде так по-разному готовят. Что, ну, то есть из десяти один будет вкусный борщ. И просто мне так повезло, что этот борщ просто идеально для меня. Я бы еще, конечно, туда дольку лимончика добавила. Но не стала в этот раз. В следующий раз, когда буду заказывать, я добавлю туда дольку лимончика. Кислинки чутка не хватало мне. А так вот он прям классный. И вот я сейчас поела прям вот с лучком черный хлеб. И все, короче, намокала. И просто я сейчас чувствую такое удовлетворение. В общем, кто любит борщ, тот меня поймет. Когда меня спрашивают, твое любимое блюдо, борщ это одно из моих любимых блюд. Борщ, пюре с сосисками, пюре с котлетками. Я люблю рыбные котлетки. Люблю свиные. Ну, короче, любые, короче, котлетки. Люблю индишины. Я люблю пасту с морепродуктами. Ну, вот немножко обо мне. Жареную картошку с солеными помидорами. Оливье. В общем, прилегла. Денька там смотрит эти, ну, короче, свои любимые там видюхи. А я досматриваю бумажный дом. Я еще не знаю, сколько осталось, но мне уже давно кажется, что все близится к концу. Ом все не заканчивается и не заканчивается. Короче, я сейчас не буду пока пить чай и что-то есть еще, хотя сладенького хочется. Сейчас пока полежу. Не знаю, может, даже сегодня я не захочу. Хотя время сейчас только без 28. Посмотрим. Короче, полежу, покайфую, сериальчик посмотрю. Как давно я об этом мечтала. Просто лежать, никуда не спешить, не торопиться. Мне прям даже отдыхает. Вот ум отдыхает. Он даже идеи никакие сейчас не генерирует. Он просто расслабляется. Всем привет, мои хорошие. Начинаем новый день. И начинаем его с того, что идем сегодня к врачу. Ночью сегодня Денька опять что-то за ушко схватился. Но уже не в 11 часов, а где-то пол первого ночи. И я ему уже не дала нурофен, а просто закапала ему атипаксом. Ну, как бы, то есть, и все, он лег спать. Как бы, может, мне кажется, временная какая-то такая. Не знаю. В общем, сейчас пойдем к врачу, все узнаем. Заодно выбросим мусор. Ох, я себя, в принципе, неплохо чувствую. Единственное, что от насморка, вот эта головная боль, такая тяжесть в голове. Чуть легче стало. Но, тем не менее, очень неприятно. И все-таки чувствую еще себя такой нездоровой. Вот. Но мне нужно съездить, забрать все посылки и к врачу съездить. Как бы, в целом, состояние намного-много лучше. Ну, и бодрячок есть. Все, присели в машинку. Прошлись. Денька счастлива такой на улице весь, да? Бегает что-то там к двери, глазки строит. Лифт нажимает. Насколько мы не выходили как-то. Ну, по-нормальному так. В общем, вышли. Погода хорошая. Немного ветерок есть. Я его тепло одела. И шарфик, и это, чтобы ничего не задавала. Вот. Уже время как раз-таки половина. Двигаем. Сейчас, кстати, спрошу у своего Лора, что мне сделать. Может, сразу пойти сделать снимок и сразу со снимком к ней прийти, чтобы исключить все моменты. Потому что полторы тысячи платить сейчас за прием. Потом она мне скажет пойти сделать снимок и обратно со снимком к ней. Опять полторы тысячи платить. Как-то сэкономить хочется все-таки. Когда уж платишь, не разбрасываться уж деньгами. Вот так вот-то. Мясной дом у нас какой-то открыли. Интересно, интересно. Надо зайти посмотреть, что за мясо продают-то. Ну, я вчера делала заказ, у меня еще куча еды. У нас котлетки из щуки еще есть с Денькой. Борщ вспоминаю вчерашний. Просто magic. Вот. И что еще? А, курочка индийка у нас еще с овощами есть. Блинчики сегодня поели утром. Короче, все хорошо. Солнышко. Двигаем. У нас в семье появился еще один ноутбук. Денька его аж несет двумя руками, да? Буду думать. Буду думать, гадать, что с ним делать. Ой, девочки. Мы после врача. Она сказала, что у Деньки все хорошо. Динамика идет на поправку. Вот. Но среднее ухо, она говорит, восстанавливается вообще там две-три недели. Ну, что полностью, знаете, так уже. Ну, короче, говорит, главное, динамика идет вверх. Хуже не станет. И это все. Справку написала нам с понедельника в сад. Вот. Что касается меня, я с ней проконсультировалась. Она говорит, ну, сейчас не надо идти делать снимок. И такое все. Говорит, обычно, когда гайморит, то это какая-то точечная боль. Часто. То есть где-то в одном месте. И прям больно дотронуться там, да, до чего-то. Вот. А у меня общее состояние. Она говорит, это нормально при простуде. Обычно даже где-то, даже пять дней это еще мало. Где-то на седьмой день там, да. Но она мне сказала, ну, в какое время. Говорит, если не легче не станет, да, а может даже станет еще хуже, вот так вот. То тогда придешь ко мне. Вот. А пока после простуды это нормально, когда болит голова, нос там, все вот эти дела. То есть общее состояние такое, как бы это, как бы нужно время еще, чтобы это все прошло. Ну, и как всегда, она не назначает ничего, кроме как промывать нос. И если сильная заложенность, то снуб. Вот. И то снуб тоже там не чаще, там, не больше семи дней, по-моему. Вот. А у меня снуб на постоянке. Ну, ладно, короче. Он уже привыкание к снубу, наверное. Вот. Ну, в целом пока все нормально. Я извиняюсь за такие подробности. Я сейчас просто стояла, мне так было плохо. Потому что у меня еще перед днями начинается... У меня очень редко, когда, как это называют, ПМС там, да, состояние. То есть у меня, ну, как бы я ПМС вообще не чувствую. Вот. То есть бывает даже такое, что просто неожиданно я... И неожиданно начинаются дни, и я такая говорю, блин. Ну, сама с собой разговариваю, блин, хоть бы предупредили, хоть бы там немного там потянуло бы живот, да, там, или что-то, скрутило ненадолго. Чтобы я поняла, что скоро начнутся. Но у меня бывает настолько, что я и занята вся, и тело мое никак вообще не реагирует на это. Очень редко, когда эмоционально я могу чувствовать, да, это, то есть какие-то гормоны бушуют. Ну, крайне редко. Мне кажется, даже... Даже я не припомню, честно говоря, такого. Ну, да ладно. И вот сейчас я стою, меня крутит живот просто вниз, вот так прям тянет. И я прям такая, ааа, мне бы сейчас лечь вот так вот. И думаю, так, ну, значит, скоро дни. Дали знак мне, как говорится. И, конечно, вот в таком состоянии вообще ничего не каев сразу, да. И голова, и живот, и все, короче, низ живота. Короче, поедем сейчас на почту, заберем посылки. Да, у нас теперь новый ноутбук, как вы поняли уже, да. Короче, посылки последние заберу, буду видосики дома снимать. В общем, выходные мы еще дома, с понедельника уже Денька в сад. Ну что, приехали мы к почте, оказывается. А сейчас только... Сейчас это 2, ну, буквально вот 10 минут, как перерыв идет. 50 минут надо куда-то деть. Чем заняться 50 минут, я не знаю. Там, кстати, возле почты женщины продают какие-то цветы. Они очень красивые. И я не поняла, они настоящие или нет. Пойдемте посмотрим. Тут прямо возле почты, смотрите, живая рыба. А вон там цветы, смотрите. Я не пойму, искусственные? Походу, они искусственные. Не могут быть настоящие, такие яркие. Повелась. Да, цветы искусственные. Да, конечно, говорит. А что я? Я верю, что настоящие могут быть такие красавчики. Врачи, подумала, подумала, что тут 50 минут сидеть. Пойдем, поедем, куда-нибудь зайдем. Я тут эфир сегодня прямой решила провести. И мне девочка одна в инстаграме подкинула идею. Так что сегодня будет у нас эфир вечером с прикольной идеей. Если что, пересмотрите потом в записи. Ой, я, кстати, вспомнила, какой отит-то у Дэнги. Какая разновидность. Булезный отит. Это если кто-то из докторов, может, меня смотрит или кто-то сталкивался. Это такая, ну, как вирус. Я поняла, вирусный этот булезный отит. Он вирусный. И он очень неприятный, короче. Очень такой, болючий. А еще девочки все забрала посылки свои. И он мешочек, распаковочка на втором канале. Я удивляюсь каждый раз, какая огромная тяжелая посылка приходит ко мне. Но я радуюсь. Потому что чем больше посылок, тем счастливее. Короче, вчера, на самом деле, перед заказом еды, я очень-очень хотела бургер. Причем я хотела Макдональдс. Но Макдональдс не доставляют ко мне, к нам на адрес. Я не знаю, вообще по Ростову доставляют он или нет. Или надо это через каких-то посредников делать. В общем, не знала, не знаю, я не стала заморачиваться. Заказала еду, где обычно я заказываю. Вообще, я думала, что там будут бургеры. Но там у них сэндвичи такие, с белой булочкой на пару. Как-то все очень диетически. А хочется, знаете, так вот иногда по вредности пройтись. Вот, ну, короче, Макдональдс. Вот к чему я. Уже я готова ехать домой, но я проголодалась. И Денька, я думаю, тоже не откажется от мини-бургера и игрушки, которые там дают, да, хэппи мил. А у нас Макдональдс рядом здесь. Сейчас заедем. Возьмем. Поекущаем как следует. И уже на сытый желудок домой. Вот. А то, что дома еще сейчас времени полтретьего. Даже два, я бы сказала, даже. Ну, блин, два часа десять минут, вот так. Как бы вы сказали, ближе два или уже полтретьего. Вот. Так что я думаю, я еще доем сегодня ту еду, которая есть. Ну, Денька у меня обычно ее не очень любит есть. Ну, что-то бывает, что-то бывает и ест. Мне интересно, как все-таки котлетки из щуки, он захочет поесть или нет. И картофельное пюре с брокколи там. Очень полезно. Ну, в общем, сейчас хочется прям бургера такого прям. Даже еще быстренького, чтобы еще насморк пробился. Денька, ты хочешь бургер? Под впечатлением. Вообще, он сейчас конфету съел, я не знаю, как он что захочет. Кстати, приглашаю вас всех на мои прямые эфиры. Я уже сказала, да, что в этот раз эфир, но в лоб, когда этот выйдет, вы уже только в записи сможете посмотреть, как это было. Я буду делать призы какие-то, потом конкурсы на желания. В общем-то, ну, мне кажется, будет весело, идея классная. Я сегодня искала просто как раз-таки реквизит для этого, но не нашла. Но я думаю, что-нибудь найду, но буду в поиске реквизита. И еще тематический эфир придумала, потому что идея, тема очень интересная. Я здесь ее не буду озвучивать, она у меня будет потом непосредственно перед эфиром. То есть утром обычно я такая раздумаю, я настроена эфир, да, вести сегодня вечером. И я делаю как бы напоминание эфир и как бы пишу, что там будет в эфире. Ну, вот сегодня написала, что будет интересненько, будет жарко. Вот, что-то интересное придумала. Так что сегодня будет такой пробный у нас вариант. А потом хочу тематические, я прям хочу тему одну обсудить. Мне прям, честно говоря, очень интересно. Вот я недавно задумалась, вот. И я такая думаю, блин, а что думают мои подписчики, интересно, по этому поводу. Девочки. Девочки и мальчики. Мальчики тоже на эфир к нам залетают. Короче, вот так вот. В общем, если видите эфир, там в какое-то время, обычно я его в 5 вечера или в 6 вечера провожу. Ну, пока вот Дэнечка не в садике, я его попозже могу чуть-чуть проводить. Там в 6 вечера, да, например, сегодня. А в понедельник я не знаю, во сколько будет эфир. А, в понедельник будет, скорее всего, часов в 5. А может даже в 16.30. Ну, то есть перед садиком я проведу эфир, ближе к вечеру, да. А потом за ним в садик пойду. Такие дела. Новенькое что-то. Заказала себе Royal Deluxe, картофель фри, сырный соус, мой любимый, и колу без льда детскую. Не знаю, мне кажется, что Макдональдс нужно есть только с колой, потому что только кола, все это может расщепить там нормально. Ну, и Дэнке взяла, там, без всяких соусов, без ничего, просто сыр, котлетка и вот булочка. Он как-то ест. Ну, игрушка для мальчика, посмотрим, чушь есть там в игрушечках. А, сок яблочный. Ну что, мы припарковались. Вытираем как следует ручки, и Дэнька берет свой хэппи мил. Только ты картошку не очень, а? На. Картошку он не особо любит. Горячий. Горячий? Ты сок хочешь? Это фарфицок. На. Держи. Сейчас я дам тебе трубочку. На. Так, сок не холодный? Сок не холодный. Дай попробую. Попутай. Ну, а чуть-чуть пей. Не чуть-чуть. Какой-то прохладный сок. Так, сейчас игрушку посмотрим. Ну, и что? На. Гамбургер нормальный. Держи. На, сиди. Давай, пап. Ну, давай. А вот у тебя тут стоит. А игрушечка вот такая. С сыром и с мясом. О, тут что-то интересное. Ммм. Кустое. Что-то вот такое. Дома будем разбирать. Кстати, спросили, для мальчика или для девочки. Это для мальчика. Ладно. Дом разберемся. Все, приятненького аппетита. На, на. Или вот это. Он просто видит. С сыром и с мясом. Говядина. Ну, ты прям съел. Целый бургер съел. Я обожралась. Вообще, мне интересно. Кто-нибудь когда-нибудь ходил в Макдональдс так, чтобы не обожраться? В общем, до вечера мы сыты. Сейчас я-то такая и думаю о том, что, ну, блин, плохо, конечно, болеть. Да, сил у тебя нет. Но везде нужно искать свои плюсы. И я вижу большой плюс. То, что, знаешь, когда ты болеешь, ты реально отдыхаешь. Отдыхаешь и мысленно от работы, да, и физически отдыхаешь. Вот прям мозг отдыхает. Я так давно не валялась, просто не смотрела сериалы. Не баловалась я вкусняшками. Вот так, чтобы никуда не торопиться. И это как будто официально для твоего организма. Когда ты болеешь, ты официально отдыхаешь. Ты ничего не должна. Тебе нельзя ничего делать. Напрягаться нельзя. Тебе показано смотреть сериалы и кушать вкусняшки. Вот. И в этом есть своя прелесть. Вот сейчас хоть я выехала, да, кое-какие дела поделала, и я уже чувствую, у меня такая голова болит все-таки такая, ну, как бы, не болит как бы, а такая тяжесть головы, вот, я бы сказала. И уже хочется домой. Плюс еще дни. О, брата звонит. Короче, приехали домой. Голова болит все это время. Выпить решила колдрекс. Спросила, кстати, у Лора своего. Она говорит, колдрекс тоже снимает симптомы. Там, говорит, тоже какое-то есть вещество, которое даже насморк может убирать. Но у меня вообще после колдрекса хорошо. Я думаю, вместо немесила, немесила просто, мне кажется, пожестче, чем колдрекс. Если мне колдрекс помогает, то я лучше колдрекс выпью, как бы, и насморк может немножко, да, так это... Ну, он симптомы только снимает, он не лечит, конечно. Что-то так башка, блин, болит. А у меня через 50 минут эфир прямой. Я тут уже подготовила кучу всего. Короче, такая вообще лежу, сижу, вообще никакая. Хочу, чтобы голова прошла, и сразу бодряк появится. Так что я с головной болью пока что пью колдрекс в надежде, что все пройдет. Ой, ну что, мои крошки. Как видите, я с двумя косичками. Это одна из моих подписчиц дала мне такое задание. Заплести две косички. Я весь прямой эфир была с косичками. Обалденный прямой эфир получился. Мне очень понравился. Активный весь, веселый. Время вообще незаметно пролетело. Розыгрыши были разные. Два приза отправляются в Майкоп и еще куда-то. Короче, далеко. Два адреса девочки написали, выиграли у меня бьюти-штучки. Вот, следующий эфир будет в понедельник. Будет такая интересная тема тематическая. Ну и розыгрыш в конце. Поболтаем сначала. Вот, потом розыгрыш. Где-то в пять часов, я думаю, будет. Присоединяйтесь. Я сделала анонс. Будет обязательно напоминание. В этот раз, представляете, я сделала напоминание. С утра вот в десять часов где-то я сделала напоминание. И, оказывается, был закрытый доступ. И никто не знал о том, что будет прямой эфир у меня на ютубе. И только вот то, что я анонсы делала в инстаграм, люди запомнили, что будет. И пришли, блин, вообще. Я постараюсь так больше не делать, конечно. Но всё равно было активно, было много людей. Я рада. Но могло бы быть ещё больше. Ну ладно. В общем, к следующему эфиру готовлю новые подарки. Очень много интересных идей от девочек, от зрителей, от вас. Очень много всяких идей, чтобы мы могли делать в прямом эфире весёлого. Так что я думаю, что у нас жарко будет всегда. Так что залетайте на прямые эфиры. Может быть, удастся что-нибудь выиграть. Попытайте удачу. Ну или как минимум обсудить с нами какую-то тему. Подкинуть своё мнение для обсуждения. Вот. Так что скоро будет анонс. Ставьте напоминание. Жду вас в эфире. Вот. А я сейчас кушаю. Кушаю, кстати, котлеты из щуков. Меджуки очень вкусные. И здесь у меня пюре с брокколи вперемешку. Вкусненькое блюдо. Хотя мы сегодня и Макдональдс поели с Денькой, но прям уже вечер, уже вечер. Вечер 9 часов, начало 10-го. Я уже проголодалась. И я прям сейчас поем. Денька не захотела. Я ему кашу сделала, кашу поел. Чай выпью и прям сладенького съем. Вот этот, кстати, кусочек рыжика на 2 части разделила. Вчера одну съела часть и сегодня съем одну. Он очень сладкий. А это не рыжик, это Наполеон. Рыжик другой, да. Наполеон. Вкусный, сладкий, но много прям не могу есть. Вот. Перед самым эфиром у меня разболелась голова. Я вообще не знала, как буду вести прямой эфир. Но я выпила колдрекс, и мне стало легче. Реально, прям вот за 10 минут до эфира у меня отпустило голову. И вот сейчас хорошо прям себя чувствую. Вот. Так что сейчас кушаю. Досмотрела «Бумажный дом» наконец-таки. Там четвертый сезон закончился. Но я думаю, что это не конец. Они же должны, ну как бы, не буду спалерить. Это не конец, явно не конец. Поэтому ждем пятый сезон. Сейчас я включаю танцы. У меня сейчас 14 выпуск седьмого сезона. Вот. Надо посмотреть их быстро. Они-то раз в неделю выходят, а я каждый день досмотрю. Но мне не каждый день удается полтора часа просмотреть этого сезона. Ну, короче, хочу досмотреть и потом начать холостяк смотреть. У меня такое ощущение, что холостяк я начну смотреть. Тогда, когда все уже будут знать, кто победитель. Так что я люблю кушать, смотреть что-то. Это прям мой фетиш. Я не люблю разговаривать, когда я ем. Сделала небольшой перерыв, просто пока все свежо. Вот. В общем, ем, смотрю. Потом купаться и спать. Так люблю ночной город. Обожаю свой вид с окна. Эти огоньки. Когда я сделаю балкон, девочки, у меня там будет вообще такое местечко для медитации, вообще для релакса. Я там буду проводить много времени и снимать видосы. Все сделаю красиво-красиво там. Будем кайфовать там. В общем, идем спать. Всех накормила. Напоила. Смотри, мамочка. Красиво, да? Огоньки там. Смотрит в окошко. Ах, не нравится. Красиво там? Нет. Снимай носочки. Все, в общем, укладываемся спать. Я уже забыла все, что я наснимала сюда на этот влог. В общем, надеюсь, что что-то интересненькое и полезненькое из этого влога вы вынесли. Вот. Я, честно говоря, уже устала неделю сидеть дома. Вот так вот, да? Ну, куда я там выходила? К врачу, да? На почту за посылкой, да? Вот. И завтра... Сегодня что, суббота или пятница? Сегодня суббота. Да? Завтра воскресенье? Да. Один день, короче, остался с Денечкой потусить. Я не знаю, завтра, кстати, как день этот будет. Дома мы будем сидеть или нет. Возможно, может, во дворе немножечко погуляем. А так завтра у меня, кстати, в планах снимать. У меня много видео, я же позабирала. На втором канале обзоры вот эти все будут. Вот. Носочки ты сидел, зайка? Да. Молодец. Спокойной ночи. Говори, девочка. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Так, сейчас нос Деньке промою. Все сделаю. Соплюшка, в себя не втягивай, давай. Сейчас я возьму салфетку. Короче, я устала, честно говоря. И я хочу Деньку в садик уже. И я хочу немного отдохнуть вообще сама с собой. Желаю вам спокойной ночи и до следующих встреч. Встретимся в прямом эфире или в следующем влоге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok